Прикалыч, позвони мне, я тебе расскажу. Строгая парниша. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. В борьбе за дело Коммунистическая партия Советского Союза будет готов. Какая у тебя должность? Я старший по группе нашей. Группа дебилов называется. Друзья, всем привет. Артём. Короче, выбираемся мы с города уже второй час. Едем на Коп. Едем, как обычно, в новые какие-то неизвестные места, на разведку. Посмотрим. Сейчас пересечёмся с третьим нашим Комрадом. Пересядем потом на его внедорожник. Поедем. Вроде должны ехать по бездорожью, короче говоря, куда-то посмотрим. Юр, ну расскажи вообще, как дела у тебя? Расскажи. Прикалыч, позвони мне. Я тебе расскажу. Вот так, ребята, мы едем, общаемся, чтобы не скучно было. Короче, в одном большом населённом пункте оставили машину, пересаживаемся вот в ту. Сейчас уже скоро горы большие начнутся, бездорожье, так что поехали дальше. Трогай, парниша. Короче, асфальт закончился. Смотрите, что началось. Ещё 2 километра надо по такой дороге ехать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какие тут колеи накатанные были когда-то. Иду на разведку смотреть, дальше можно проехать или нет. Но я думаю, что... Как вы думаете? Я думаю, что вариантов больше нет. Вариант такой, что вариантов нет. Вот это приключение на нашу задницу. Сегодня 30 августа. Предпоследний день лета уходящего. Пока наш старший по возрасту, но не по должности, Комрад отгоняет обратно на более-менее на ровную машину. На ровную дорогу машину. Мы здесь сейчас с Артемом решили походить немножко по этим дебрям Амазонки. Что, короче, мы выбрались с этого дремучего леса. Все руки себе уже пообцарапывал. Вот смотрите, видите полянка. Вот это вот по картам. Вроде как. Здесь раньше был населенный пункт. Утрова большая, к сожалению. Не знаю, получится у нас тут что-нибудь покопать или не получится. Дорога вот идет. Корову там ходят. Вон, слышите? Чья интересна? Короче, как-то так. Ну, тут что-то интересное найдем, покажем обязательно. Смотрите, ребята, как выглядит это место с высоты более-менее. Но тут очень большая трава. Копать невозможно. Артем вот на дороге нашел какой-то патрон с газетой, с надписью Пролетарий всех стран соединяйте. Сейчас пойду поближе покажу. Смотрите. Вот он патрон охотничий. Пуля. А вот смотрите, он был завернут в пыш. Короче, пыш был использован газетой под пыш. Еще раз повторю. И где тут что написано? Силоси. Пролетарий всех стран соединяйтесь в борьбе за дело. Коммунистическая партия Советского Союза будет готов. Ну, это могло, кстати, быть написано и в 60-е годы. Могло. Могло. Ну, скорее всего, 70-е. Скорее всего, 70-е даже. Ну, как бы, прикольно, да? Тяжеленькое. Что ты там рассмотришь? Да, опора хотели посмотреть. А, опора. Друзья, прошли мы очень много. Больше, наверное, километра через лес. Выше, смотрите, на какую поляну. С леса она, кажется, как стена, какая-то зеленый забор. Выходим, а там уже комрад вовсю копает что-то. Вот, может, по навигатору как раз-таки и здесь был этот населенный пункт. Непонятно. Мы уже ищем, ищем. Признаки жизни. Мешки, видите, попадаются в бутылки пластиковые. Сейчас посмотрим. Красота какая. Ай, красота какая, ребята. Ай-яй-яй. Вот это кайф. Занято. Ищем. А кто ищет, тот всегда найдет. Короче, замаскировали мы номер, чтобы никто не узнал эту машину. Ни хрена, ребята, мы не нашли. Вообще, пустая поляна, пустой. Все, возвращаемся, наверное, по крайней мере, отсюда возвращаемся. Смотрите, дурачки, поехали по другой дороге. Я им говорил, поехали по той дороге, по которой ехали. Поехали же по другой. Там вообще жопа. Там уперлись в такую жопу, что пришлось возвращаться задом. Что-то гремит у машины. Попали в колею. Ровно. Левее бери, лево. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я уже домой, ребята, хочу. Я такой коп. Манал во все, что можно, места, короче говоря. Ровно держись, ровно держи. Ай-яй-яй, сейчас соскочит. Короче, пипец, приключения. Походу, ничего мы не найдем. Даже не знаю, выпускать видео, не выпускать с нашими приключениями. Все, опять колеился. Короче, лес оказался без понтов. Вообще ничего у меня нет. Пустой, пустой. Ни сигналов, ни черных. Ни сигналов, ни черных, ни цветных, ничего нет. Короче, вообще ни одной находки. Вот этот патрон нашли. Артем нашел еще какую-то пряжку, наверное, с подвоенной сумки и все. Ничего интересного. Но сейчас будем возвращаться в сторону дома. Тут небольшую полянку, ну, даже большую полянку красивую видели. Может быть, туда сейчас заедем. Походим полчасика. Если тишина, то тишина. А если даже не тишина, то уже время, скоро 4 уже. Так что, слава богу, вроде более-менее выбрался из колеи, сейчас назад будут возвращаться. Ребята, я вам всегда говорил, слушайте не старшего по возрасту, а старшего по должности. То бишь, меня всегда слушайте. Не слушайте меня. Какой у тебя должность? Старший по группе нашей. Группа дебилов называется. Вообще-то правда надо возвращаться на это здоровье. И медпесту здоровья. Да, да, да. Юрик, ты у нас второй человек в нашей группе после меня. А, нет, первый человек в нашей группе после меня. Так что, слушайте всегда умных. Да, это автобан по сравнению с той дорогой, по которой мы пытались выехать. Давай третью рубай. Дура. Короче, у нас не копа, а покатушки. Все, ребята, поздравьте нас, мы выехали. Я так никогда не был счастлив видеть белый свет. Фу, вот это перетерпел. Тут ни связи нет, ни хрена. Я даже боюсь представить, что бы было, если бы мы сейчас бы застряли. Ни лебедки на машину нет, ничего. И зато есть два, которые могут толкать. Да, два дебила есть. Заключительная наша остановка сегодня. Короче, вот такая лесополоса, наверное, не лесополоса даже. Такая поляна покошенная. Здесь она заросшая. Здесь покошенная. Где-то заяц только что пробежал. Здесь походим, не знаю, что-то будет. Чувствую, что ничего не будет. Посмотрим, короче. Короче, это поле оказалось беспонтовым, вообще голое, только одни гильзы валяются из-под охотничьих ружей. Вон Нива Белая едет. Это вот там медом они торгуют, короче, пасекой занимаются. Подъехали мужики, думали, что мы охотники. Ну, а мы расспросили, как туда-то, туда-то доехать. Они нам рассказали то место, куда мы сегодня так его и не нашли. Сейчас попробуем его разведать хотя бы. Короче, едем мы к этой заброшенной деревне. Привет, ребят. Тут колеё не хуже, чем там было. Если мы сейчас перевернёмся, там съезжай, тут не глубоко. Не глубоко. Если мы сейчас перевернёмся, то это видео наберёт 3 миллиона просмотров. Что-то мне как-то не хотелось бы, переворачивался. А 3 миллиона просмотров? Да вообще не так. Мне ни хуже, ни жарко твоих просмотров. Ты же главный герой. Да? Тебе будут узнавать люди. Пальцем на тебя тыкать. Да-да-да, здороваться. Да-да-да. Павтограф, вся фигня. Но. Голливуд. Болливуд. По тебе Болливуд плачет. Ну, что, куда теперь право-лево? Ну, право давай. Точно, право? Вот так, ребята, разведка проходит боем. Лучше бы, конечно, гелом, но проходит боем. Новых мест неизведанных. Там на гору есть это самое. Короче, встретили сейчас местного жителя. Он нас хавал с потрохами. Зачем мы вообще ищем этот населённый пункт? Он говорит, что там он был, случайно там огород копал, нашёл Екатерининский пять копеек. Короче, и ещё говорит, что москвич привозил сюда дочку на какие-то соревнования. Пока она соревновалась, даже москвич знает про это место, пошёл его искать, но по-моему не нашёл. На машине хрен проедешь, он говорит, только Ми-8 надо заказывать вертолёт и только так попасть туда можно. Но посмотрим, посмотрим. В принципе, мы уже примерно знаем, куда надо ехать. Надо ждать, когда немножко трава упадёт. Это где-то сколько, месяца полтора, наверное. Ладно. Наверное, на этом мы закончим сегодняшнее видео. Получилось оно такое, приключенческое, но без копа. толком копа у нас сегодня не было. Всё, если видео понравилось, колодец старый. Видео понравилось, поставьте большой пальчик вверх, а если не понравилось, средний, да? Средний поставьте, да. Или вниз, я не знаю. Ну, получилось так, как получилось. Всё, ребят, всем пока, увидимся ещё на копах страны. Субтитры сделал DimaTorzok